Завершилась предметная Олимпиада сирот старшеклассников. Нагадаем, у областной этапе принимали удел 950 в Уршню. 84 из них демонстровали свои веды по биологии. Это одна из самых складанных дисциплин в плане подрактовки классов и материалов. Олимпиада по биологии проходила на базе Державного право-лицея номер 1. Они могут стать добрыми медиками и фармацевтами, а по коль они – первомышцы районных туров Олимпиады по биологии. Я лично второй год уже участвую. И Олимпиада для меня – это, наверное, не только проверка своих знаний, своего характера. Это вот еще и обретение новых друзей. Мы тут целая семья, команда из Могилева. В прошлом году участвовали вместе на республике. Мечтаю поступить в медицинский университет. Биология для меня – самый интересный предмет. Считаю, что биология собрала в себе множество наук, которые очень гармонично в себе сочетаются именно в биологии. Подрыхтывка классов и материалов для проведения Олимпиады по биологии – довольно отказная задача. Реактивы и все остальное – это все подготовка заранее. Большая работа, потому что здесь все выращивалось, много материала необходимо было для этого. Старшеклассники перед выполнением задания заполняют специальные анкеты, слухают парады наставников. Мы еще пока не знаем заданий, поэтому мы не знаем, какие реактивы нам нужны. Ну, поэтому еще пока нечего проверять просто. У соседнем классе иншее задание на столах Городнина и Садовина. Может, надо будет определить зависть какой-нибудь этого фрукта, к какому семейству относятся. Может, надо будет срез рассмотреть под микроскопом. Олимпиадники кажутся, увага и собранность часом значно уплывают на отзнаку. Очень большая конкуренция. Дети идут прямо в ровень, ровненько-ровненько. Один в один почти. Только есть так. Ну, немножечко, когда заволнуются, то у них не совсем такие хорошие результаты. А так, детки молодцы у нас. Нагадаем за диплом первой ступени на областном этапе Республиканской Олимпиады первоможца отримливает 100 баллов по предмету и не сдая по ему централизованное тестирование. Татьяна Сергеевичек, Виталий Вопсев, Новинергеон.